Итак, продолжаем. Пункт 12. Эффективность миграционной политики зависит от качества правового регулирования, а также от практического применения миграционного законодательства Российской Федерации, результативности мер противодействия коррупции при осуществлении государственного контроля надзора и предоставлении государственных услуг в сфере миграции, степени информированности иностранных и российских граждан, о требованиях законодательства Российской Федерации и мерах ответственности за их нарушения. Тринадцатый пункт. Для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции, а также для профилактики предупреждения выявлений и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, применение мер административного воздействия в этой сфере все большее значение приобретает использование современных цифровых технологий и информационно-технических средств. Да, это очень важно, и могу вам констатировать, что современные цифровые технологии и информационно-технические средства на сегодняшний день не являются сильной стороной миграционных служб. Третий раздел. Цель, принципы и задачи миграционной политики. Целью миграционной политики является создание миграционной ситуации, которая способствует решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышение качества жизни ее населения, обеспечение безопасности государства, защита национального рынка труда, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, спасибо, что не забыли про остальные народы России, составляющих основу ее культурного цивилизационного года. 15. Основным источником восполнения населения Российской Федерации и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство. Конечно. Миграционная политика является вспомогательным средством для решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем. Она должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию лиц, в том числе покинувших ее, спасибо, которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества. При этом, обеспечивая соблюдение разумного баланса государственных, общественных и частных интересов, важно сохранять открытость Российской Федерации для тех иностранных граждан, которые не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей, соблюдают требования законодательства Российской Федерации, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов в жизни российского населения. Ну, данный пункт говорит о том, что, во-первых, не делают поправить демографическую ситуацию в Российской Федерации, не пытаются полностью за счет миграционного притока. Это нужно помнить, что в первую очередь рассчитывают на естественное воспроизводство. Во-вторых, миграционная политика благоволит не только к тем, кто хочет интегрироваться в российское общество, стать его неорганичной частью, но и тех, кто просто рассматривает Россию как удобную, как устраивающую в культурном, экономическом, политическом плане страну. Насколько я понимаю. 16. Характер и направление миграционных потоков, их влияние на российское общество, а также проблемы, с которыми сталкиваются мигранты в местах пребывания, проживания, во многом определяются качеством жизни в Российской Федерации, в том числе доступностью для граждан социальных, образовательных, медицинских, культурных и иных услуг, состоянием правопорядка, степенью развитости транспортной, энергетической, телекоммуникационной и информационной инфраструктуры, уровнем занятости населения и благоустроенности общественных мест. Этот пункт, если излагать простыми словами, я понимаю так, что данная миграционная политика будет осуществляться в том состоянии, экономическом, политическом, культурном, какой сейчас и есть в Российской Федерации. Специально ничего делаться не будет. Ну, я, конечно, утрирую, но я так понимаю смысл этого положения. Семнадцатый пункт. Эффективность реализации предусмотренных настоящей концепцией мер обусловлена проводимостью государственной политикой Российской Федерации в сфере социально-экономического развития, промышленности, науки, инноваций, образований, здравоохранения, культуры, занятости населения, регионального развития, обеспечения безопасности государства и государственной молодежной политикой, а также внешней политикой России. Ну, так же понимаю, как предыдущий пункт, примерно в таком же ключе. Восемнадцатый пункт. В соответствии с настоящей концепцией совершенствования миграционного законодательства Российской Федерации предполагает, прежде всего, установление простых, понятных для граждан и исполнимых правил, отвечающих цели, принципам и задачам миграционной политики, свободных от административных барьеров и обусловленных ими издержек. Ну, здесь все понятно. Как написано, так и понимаю. Девятнадцатый пункт. Реализация миграционной политики, являющейся неотъемлемой частью государственной политики Российской Федерации, осуществляется в соответствии с принципами демократического правового государства, установленными Конституцией Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также с учетом принципов, определенных в стратегических документах, перечисленных в пункте 3 настоящей концепции. Если мы вернемся к первой части этого видео, то мы вспомним, что там перечислялись все положения наряду и во главе с Конституцией Российской Федерации, и разные международные перечислялись, законные и законодательные акты, различные концепции, касающиеся политической, общественной, ну и других сторон жизни Российской Федерации, не только Российской Федерации, но и государства как части мира. 20. Основными принципами миграционной политики являются А. Комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития Российской Федерации. Комплексность. Мы приветствуем. Б. Приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории. Естественно, никто не оспаривает. В. Учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации. Спасибо. Все правильно в законе, вообще все красиво. Так. Г. Координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере миграции. Г. Координация органов. Г. Прекрасно. Г. Участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Так. Кто должен не вмешиваться в деятельность федеральных органов, институты гражданского общества? Так. Е. Финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики. Но без денег никуда. 21 пункт. Задачами миграционной политики являются А. Совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих и обеспечивающих Добровольное переселение в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, а также иных лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское общество. Въезд в Российскую Федерацию и пребывание на ее территории иностранных граждан, желающих развивать экономические, деловые, профессиональные, научные, культурные и иные связи, изучать язык, историю и культуру нашей страны, способных благодаря своей трудовой деятельности, знаниям и компетенциям содействовать экономическому, социальному и культурному развитию России. Б. Создание условий для адаптации к правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в Российской Федерации и иностранных граждан, испытывающих сложности в адаптации, обусловленные особенностями их культуры и привычного жизненного уклада, а также иными факторами. Очень интересно, каковы будут мероприятия для осуществления этого пункта, для выполнения этого пункта. Ну, первое, что напрашивается, это, значит, организация обучения языку, ну, тот же, чтобы, например, получить сертификат, если его не отменят, ну, его, наверное, не отменят, сертификат о владении языком и знании законов и истории России. Как раз организовать обучение языку, законам и истории, вот, и каких-то курсов, окончив которые иностранцы, мигранты получают сертификат, да. Что еще можно? Строиться в культурную, интегрироваться в культурную жизнь. Ну, наверное, работа какая-то общественных организаций, которые будут поощрять за работу с миграцией, да, с миграционными потоками. В. Ну, это мои фантазии, это мои предположения. Создание благоприятного режима для свободного перемещения обучающихся, научных и педагогических работников в целях развития науки, профессионального образования и повышения уровня подготовки научных кадров и специалистов для отраслей экономики и сферы государственного управления Российской Федерации. Это про меня. Я обучающаяся. Г. И я очень благодарна, если это будет осуществляться. И за заботу хотя бы в законе я благодарна. Г. Создание условий для снижения диспропорций в размещении населения и решения задач пространственного развития страны. Ну, выполнение этого пункта я вижу в квотировании, да. Если какой-то регион, какой-то субъект Российской Федерации переполнен, то все, квоты закроются и туда больше принимать мигрантов не будут, а будут перенаправлять, предлагать им другие регионы, другие субъекты Российской Федерации. Д. Дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и коррупционных нарушений в сфере миграции, включая совершенствование меры ответственности за нарушение названного законодательства и законодательства Российской Федерации в противодействии коррупции. Но выполнение этого пункта я вижу в усилении наказаний за проявление коррупции, за нарушение данного законодательства. Что еще? Что будет над ними какой-то надзор осуществляться? Ну это 100% конечно, но эффективность такого надзора по нашим представлениям, как мы себе представляем работу этих органов, вызывает сомнение. Е. Оказание в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и законодательством Российской Федерации помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории Российской Федерации. Ну будут, наверное, беженцы, может быть, более подробно расписаны или еще какие-то категории, которые ищут защиту. Ну я не знаю, кроме беженцев, какие бывают еще случаи и категории, названия. Так, четвертый раздел. Основные направления миграционной политики. 22 пункта. Основными направлениями миграционной политики в области совершенствования правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих порядок въезда в Российскую Федерацию, пребывания, проживания на ее территории иностранных граждан, а также процесс добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников и иных лиц являются А. Обеспечение простоты, прозрачности, процедур и понятности условий. Въезда в Российскую Федерацию, включая оформление виз. Получение права на пребывание, проживание в Российской Федерации, в том числе в целях осуществления трудовой деятельности. Прозрачность я лично вижу в том, чтобы, во-первых, информировали, где подавать заявление на регистрацию, на разрешение временного проживания, на визу. Но, чтобы эта информация была абсолютно везде, наладить работу онлайн, онлайновую работу, чтобы можно было работать. И желательно напрямую с органами миграции, нежели через посредников, которые могут очень сильно заламывать цены и разорять бедных мигрантов. Приобретение гражданства Российской Федерации. Это к тому же пункту. Б. Совершенствование механизмов реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе. Корректировка условий добровольного переселения востребованных специалистов, в том числе научных и педагогических работников, инженеров, врачей, фермеров, предпринимателей, инвесторов и выдающихся деятелей культуры и искусства с учетом их ожиданий и запросов, а также поддержка российских организаций, привлекающих таких лиц. В этом пункте, подпункте я вижу то, что программу содействия добровольному переселению пересмотрят и добавят туда какие-то пункты. Например, по Республике Бурятия расширят число категорий лиц, которые могут быть включены в программу. Сейчас по Республике Бурятия принимаются лица, которые могут работать в сфере образования, медицины и строительства, а также людей, получающих высшее образование. Теперь, возможно, в рамках новой концепции этот список расширится, будут принимать большее количество людей. Но я не знаю, тут же исходят, в принципе, из потребностей субъекта федерации. Если Бурятия в то время решила, что ей другие специалисты пока не нужны, а это достаточно широкий список, существующий ныне, да, но для меня... Я никогда не попадаю. Мне пришлось для этого поступить в магистратуру, чтобы иметь право подавать заявление на эту программу. Я что-то не договорила, но потом, ладно, договорим. Концентрация финансовых ресурсов на оказании содействия добровольному переселению соотечественников на постоянное место жительства в Российскую Федерацию на территории приоритетного заселения и повышения эффективности расходования финансовых средств на эти цели. Из этого пункта я вижу, что выплаты по этой программе увеличат, наверное. Ну, они, в принципе, могли бы быть проиндексированы и без провозглашения новой концепции. И что еще? И, может быть, контроль за их расходованием тоже будет, да? Раз больше денег дают, то и будут контролировать, чтобы члены программы выполняли условия. Условия простые. Оставаться на... проживать на территории субъектов Российской Федерации и продолжать свою деятельность, за которую в программу они были включены. Устранение необоснованных административных барьеров, временных и финансовых издержек, связанных с ввозом в Российскую Федерацию и регистрацией имущества, включая объекты интеллектуальной собственности, средства производства и иные фонды. Данная программа помогает переселиться в том плане, что она оплачивает проезд до места проживания, будущего проживания и оплачивала как будто бы провоз багажа. Теперь, наверное, что-то побольше, но опять же, больше денег будут платить, компенсации будет больше. В. Повышение эффективности мер регулирования численности привлекаемых иностранных работников, в том числе исходя из реальной ситуации на российском рынке труда и тенденции ее изменений с учетом потребностей экономики Российской Федерации и интересов ее граждан. Ну, то есть, система квотирования будет более гибкая, видимо, будет меняться в течение года, или я не знаю, как. Вообще, это, конечно, организм такой очень инертный, малоподвижный, неоперативный абсолютно, поэтому я сомневаюсь, что этот пункт будет выполняться более эффективно, чем выполняется сейчас. Ну, кто его знает. Будем надеяться на лучшее. Г. Развитие механизмов организованного привлечения иностранных работников. Ну, здесь я вижу будущее в том, что, значит, самотеком иностранные граждане, трудовая миграция, пребывать будет все меньше, а будут организованные наборы на территории уже тех стран, ну, допустим, Узбекистана. Ну, откуда у нас? У нас в основном трудовая миграция из Узбекистана, Кыргызстана идет в нашем регионе. Так, 23 пункт. Основными направлениями миграционной политики в области создания условий для адаптации иностранных граждан являются А. Формирование институтов и механизмов социальной и культурной адаптации иностранных граждан с учетом их возрастных, профессиональных, национальных, культурных и иных особенностей, а также региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации. Ну, я не вижу, как этот пункт может быть исполнен, кроме как привлечение самих вот этих сообществ из этих государств. То есть, чтобы, кто лучше всего понимает культуру, уклад жизни, менталитет узбеков, ну, сами узбеки, значит, будут привлекать государственные какие-то структуры или общественные структуры для работы с миграцией, и они будут подотчетны, да, в этой программе, эти организации будут подотчетны. Я так понимаю. Я, конечно, абсолютно далека от управленческой специальности, от юридической специальности. Но вот как понимаю жизнь, так и рассказываю. Так и понимаю, так и объясняю вам. Б. Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов и маргинализации, находящихся на территории Российской Федерации и иностранных граждан, включающих оформление документов, удостоверяющих личность лицам безгражданства, не имеющих таких документов. Как они будут регулировать препятствования возникновению пространственной сегрегации, мне тоже сложно. Но это имеется в виду, чтобы не образовывались гетто, да? Это, ну, кроме насильственных мер, наши органы не умеют работать, как мне кажется, как мне представляется. Но, может быть, я ошибаюсь. Тут же опять будут привлекать общественные организации, да? Я не знаю, своими силами МВД не справится, если вообще МВД будет заниматься по-прежнему, как сейчас, в миграционном регулировании. Так, В. Обеспечение иностранным гражданам, независимо от их миграционного статуса, уровня доходов и иных обстоятельств равных возможностей для получения государственных услуг в сфере миграции, в том числе информационных. Данный пункт, думаю, не следует понимать так, что иностранным гражданам будут давать деньги, чтобы они могли оплатить эти услуги. Нет. Я, скорее всего, на практике это выльется в то, что граждане, которые не смогут показать свой доход, официально подтвердить свой доход легальный, им не будут получать услуг, им будет отказано в оказании этих государственных услуг в сфере миграции. Да, вот, к сожалению, скорее всего, по той логике, которая существует сейчас, это будет так. 24. Основными направлениями миграционной политики в области содействия свободному перемещению обучающихся научных и педагогических работников являются 25. Повышение доступности образовательных услуг для иностранных граждан, включая совершенствование правил въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории иностранных граждан в целях обучения в российских образовательных организациях. Ну, видимо, с этим какие-то проблемы, да? Те, кто приезжают учиться в Российскую Федерацию, они ограничены во въезде-выезде. Здесь не имеется в виду, что они могут по стране ездить, куда им вздумаются. По-моему, так. Б. Обеспечение открытости Российской Федерации для обучающихся научных и педагогических работников, в том числе создание для них комфортного режима въезда в Российскую Федерацию, пребывания, получения образования и осуществления профессиональной деятельности на ее территории. То же самое. В. Расширение возможностей для приглашения преподавателей из иностранных образовательных организаций в целях обучения российских граждан. Так, я так понимаю, учебные заведения будут получать какие-то дотации, будут финансироваться целево для приглашения преподавателей из-за границы. То есть, если человек является преподавателем, и он будет привлекателен для какого-то вуза, ну или другого учебного заведения, то учебному заведению выделяется денежка. Так, Г. Может, я неправильно понимаю опять-таки. Совершенствование механизмов отбора талантливой иностранной молодежи для поступления в российские образовательные организации в пределах выделяемых квот. Здесь понятно, да? 25 пункт. Основными направлениями в области создания условий для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач пространственного развития Российской Федерации являются а. Учет задач по созданию благоприятных условий для внутренней миграции, снижению диспропорций в размещении населения, включая обеспечение транспортной связанности регионов, формирование рынка доступного жилья и удовлетворение экономических, социальных, образовательных, профессиональных и культурных потребностей граждан при выработке стратегии развития регионов Российской Федерации, распределении финансовых средств и отборе проектов в сфере создания и модернизации объектов жилищной, медицинской, образовательной, транспортной и иной инфраструктуры. b. Развитие инструментов государственной политики в области занятости населения. Так, значит, будут органы, которые занимаются занятостью населения, включены в эту программу, задействованы в этой программе, но это и сейчас происходит. Обеспечение полноты, качества и доступности сведений о возможностях трудоустройства на территории Российской Федерации. Ну и опять же, это органы, занимающиеся, органы занятости населения. 26-й. Да, кстати говоря, я ведь была в органе занятостью, так как он называется, я забыла, но там действительно для мигрантов никаких нет пока что услуг, а они, значит, будут. Понятно. Продолжение следует... Продолжение следует...